Всем привет! В эфире Невер Новости, а в студии Адалина Абдрахманова. В IT-парке имени Башира Ромеева прошла торжественная церемония открытия проекта «Летний университет-2024». Кто к нам приехал и чем они будут заниматься, узнавал наш корреспондент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году достали 300 иностранных гостей из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья и около 100 российских участников. Церемонию открытия помимо главных звезд праздника, сопровождающих волонтеров и преподавателей, посетили и почетные гости. Мы сегодня предлагаем очень разные интересные программы практически по всем укропненным группам специальностей. Второе – знакомство со страной, с традициями нашей страны, нашей республики. И мы даем понимание для студентов, насколько им интересно будет у нас учиться. А мы уверены, что будет здесь действительно интересно. И они могут соотнести свои возможности с теми предложениями, которые мы им будем в ходе вот этой, так сказать, сессии делать. Проект «Летний университет» – это очень нужное мероприятие, поскольку у нас в России обучается достаточно большое число иностранных студентов. Да и российские студенты, которые заканчивают бакалавриат, они становятся перед выбором, куда поступать в магистратуру. А магистратуру все-таки направлено на научную деятельность в основном. И поэтому ребятам надо определиться. И проведение таких летних университетов позволяет им посмотреть на те научно-исследовательские треки, которые представлены в каждом университете, в данном случае в Казанском федеральном университете. Программа церемонии открытия была насыщенной и богатой на творческие номера. Лучшие коллективы республики Татарстан выступили перед иностранными гостями. В ход пошли национальные танцы. Помимо развлекательной части, участников познакомились с теми, кто лучше всех знает о выбранных образовательных треках. В этом году их будет шесть. Ну а что касается адаптации к новым условиям, то ее можно миновать. Ведь, по словам гостей, в Казань и ее жители они влюбились с первого взгляда. Был вызван интерес тем, что я мог выехать из страны своей, посмотреть на другие страны, узнать новое для себя, узнать культуру вашу. Мне очень была интересна культура, потому что я сам из такой интернациональной, скажем, семьи. Да, у меня прабабушка русская, и мне было очень интересно сюда побывать здесь. Ну, и для будущего это хорошо, потому что у нас трек «Технология будущего», «Физика и инженерия». Очень нравится, кстати, ваш город. У вас свой стиль города, скажем, как Питер, да. А у вас свой стиль. Очень нравится. Студентами лажу хорошо, потому что я из Бухары. Знаю таджицкий, знаю турецкий язык, английский, русский. Ну и как-то более-менее нахожу общий язык со студентами. Уже с 9 июля студенты начнут плотно вливаться в представленный график. Это оздоровительное, культурное, образовательное мероприятие, многочисленные экскурсии, походы в город и выезды за его пределы, а также масштабные вечерние мероприятия. Напомним, что проект реализуется Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Социоцентр». С подробным расписанием и программой вы можете ознакомиться на официальном сайте проекта. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Тимур Ахметов, Хафиз Гараев. Универ Новости. Казань, Казань его влияние на организм, некоторые даже поучаствовали в тематическом эксперименте. Обо всем подробнее узнаете в следующем сюжете. Лето, время ярких впечатлений, приятных встреч и, конечно же, ароматного кофе. И что может быть лучше, чем совмещение всех этих радостей? В этом году Казань стала центром тематического фестиваля и объединила десятки обжарщиков со всей России в одном месте, на Черном озере. Жители республики ждали каппинги, фудкорт с любимыми казанскими кафе и стритфудами, ярмарка от местных ремесленников, винтажный маркет. И это далеко не все. Это, прежде всего, фестиваль, ориентированный на обычных потребителей, на гостей. То есть это не кофейный фестиваль для кофейных профессионалов, а именно для того, чтобы город знакомился с миром кофе, с индустрией кофе. Я довольно часто пью кофе, это практически каждый день, чтобы настроиться на работу. Ну, это такая мнимая история, настроиться на работу. Потому что кофе на меня никак не влияет, просто получение удовольствия именно вкусового. На самом деле, до недавнего времени у меня была довольно серьезная зависимость. Я начала пить по 7 кружек в день. Вот сейчас пытаюсь от нее избавиться, но еще не до конца. Я редко пью кофе, потому что у меня поднимается от него давление. Но мне нравится вкус, латте, как готовит моя подруга Снежана, прекрасная. В кофемашине, которую нужно нажать, приготовить. Я первый раз тоже попил кофе, и после первого раза ночью я начал, это было утром как раз, но ночью я ощущал этот эффект, бодрящий эффект, и поэтому ночью я не мог поспать. Вкусный кофейный напиток нашли, но остается много вопросов. Когда появился кофе? Из чего и как он готовится? И как, казалось бы, небольшая чашка может ухудшить или улучшить состояние нашего организма? На фестивале помимо островков кофеин функционировал лекторий от профессионалов, ученых КФУ. Они поделились со слушателями самыми интересными фактами о кофе. Первой выступила доцент кафедры аналитической химии Химического института имени Бутлерова Анна Гедмина. Она рассказала о незначительном на первый взгляд, но, как оказалось, самом важном ингредиенте в приготовлении – воде. Также она провела эксперимент, где совместно со слушателями удалось определить содержание ионов кальция и магния в покупной и воде из-под крана. Когда мы готовим кофе, а кофе – это один из самых популярных напитков в мире, мы все время задумываемся о том, из какого сорта у нас кофе, какой способ обжарки, как он приготовлен, какой способ приготовления кофе. Но мы часто забываем о том, что 90% кофе – это вода. Поэтому качество воды имеет огромное значение. Так вот, как выясняется, мы очень часто ругаем воду за то, что она у нас жесткая, но присутствие растворенных солей кальция и магния – это очень важно, поскольку именно кальций и магний, а именно магний в большей степени, способен инстрагировать вкусные кислоты и зерен. Эти вкусные кислоты еще называют фруктовыми кислотами. Такие кислоты, как лимонная, яблочная, молочная кислота. И все это способствует. И что еще очень важно, что кальций и магний как раз горькие кислоты, которые являются невкусными кислотами, хинная кислота, хлорогенная кислота, как раз вот они и экстрагируются в меньшей степени так, что мы практически не чувствуем. И если мы чувствуем горечь кофе, то это, конечно же, связано с способом обжарки этого кофе. С приготовлением напитка разобрались. Самое время узнать, как же кофе влияет на здоровье человека. Полезен он или вреден? И почему существуют такие противоречия? На эти вопросы ответил старший преподаватель кафедры морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и биологии Роман Урсан. Все вопросы объединили в себе главную мысль – нужно знать меру. И она уже давно определена. Оптимальный объем кофе для дневной нормы – не более 400 мг кофеина. Или от 3 до 5 чашек напитка в сутки. Но стоит помнить про индивидуальные особенности каждого организма. Безусловно, если бросать кофе на весы в целом, похоже, что в пользу. Еще раз подчеркну, что кофе увеличивает продолжительность жизни. Но стоит быть осторожным тем, у кого есть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, у кого есть проблемы с речесосудистой системой. Стоит относиться внимательно к кофе беременным и кормящим женщинам. И, кроме того, очень важно быть внимательным к тому, какая температура этого напитка. Потому что горячий, очень горячий кофе способен повышать риски развития опухоли и полости рта. Но это не связано с тем, что это кофе. Это связано, в принципе, сопровождает любые горячие напитки. На третьей лекции слушатели совместно с ассистентом кафедры ботаники и физиологии растений Никитой Степановым отправились в небольшое путешествие кофейного зерна, соприкоснувшись с удивительным миром производства ароматного напитка. Начиная с посадки саженца и заканчивая сбором и обработкой кофейных зерен. Биология кофейного дерева, тонкости и секреты выращивания, процесс сбора, обработки и обжарки. И это только малая часть того, какие этапы следует пройти напитку, чтобы он получился вкусным и ароматным. До сегодняшнего дня неизвестна дата появления кофе как растения. Точнее, определение кофе возникло. И, конечно же, Емине. Там было описано действие кофе как сбудораживающего активатора нашей нервной деятельности. Монахи, которые употребляли экстракт кофейного дерева, заметили, что растение будоражит нашу деятельность. Люди становились более активными, употребляли это кофе для того, чтобы не засыпать. Вы сами знаете, что монахи целыми днями сидели на коленях, молились и так далее. И как раз таки было описано о монахами действие именно экстракта кофе. Не зерна, не семени, а именно листьев, стеблей и мякоти в том числе. Участникам фестиваля повезло вдвойне. Они не только насладились вкусом кофейного напитка, но и узнали, какие этапы он прошел перед тем, как попасть в их руки. За счет чего правильный выбор воды может повлиять на вкус кофе. И правда ли, что с помощью кофе можно продлить себе жизнь. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. 8 июля отмечается удивительный праздник – День семьи, любви и верности. Этот день посвящен всем тем, кто ценит и бережет свою семейную гармонию и традиционные ценности. В сюжете расскажем об истории торжества. История праздника День семьи, любви и верности в России началась относительно недавно. Этот праздник был учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина 8 мая 2008 года. Он был призван напомнить о важности семейных ценностей, поддержать институт семьи и пропагандировать верность и любовь. Праздник был установлен 8 июля в честь Дня памяти святых Петра и Февронию Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и верности. Легенда гласит, что эти святые были образцом супружеской жизни. Они жили в гармонии и взаимопонимании, помогали друг другу и преодолевали все трудности вместе. Казанский федеральный университет тоже отмечает этот день, ведь в его стенах образовалось немало крепких семей. Мы познакомились немножко раньше. Мы познакомились, когда вместе были в оргкомитете одной международной научной конференции. Это было 30 лет назад, в 1994 году. Ну, а на самом деле, в общем-то, сошлись мы уже оба, будучи сотрудниками университета. Я работал на физфаке, а Александра тогда пришла в институт языка. И, в принципе, мы были знакомы, встретились, ну и как-то закрутилось и завертелось. На самом деле, университет действительно это очень много в нашей жизни. Были разные этапы в жизни, были разные сложные моменты, когда в том числе, ну, закрадывалась мысль о том, не уйтили куда-то в другое место, не найти ли какую-то иную сферу деятельности для себя. Но каждый раз лично меня все время просто ужасала, я бы сказала так, да, мысль о том, что я уйду из университета и что я не буду связана с университетом. То есть, это что-то такое, что уже таким стержнем сидеть внутри и представить, что твоя ежедневная жизнь не будет связана именно с этой академической средой, я себе не могу. 2024-й был объявлен годом семьи. Это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. День семьи, любви и верности стал популярным праздником в России. Люди поздравляют своих близких, проводят время вместе, устраивают различные мероприятия и дарят подарки. Это замечательный повод для того, чтобы выразить свою любовь и заботу о родных и близких, укрепить семейные узы и насладиться общением. Президент Каримова, Богдан Цвященко, Универ Новости. Со старта приемной кампании прошло 19 дней. На 8 июля число поданных заявлений в Казанский федеральный университет составляет 92 447. Из них на бакалавриат 81 422 заявления, на специалитет 8052, а на магистратуру 2973 заявления. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений истории и востоковедения, Институт управления экономикой и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Напомним, что подать свои заявления вы сможете на онлайн-платформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 35. Приходи, мы ждем именно тебя. На этом все. В студии была Адалина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!